Всем привет, дамы и господа, с вами Леар. Мы вновь играем в Battle Island Commanders, в ту самую игрушку по тематике Второй Мировой Войны, где ты сражаешься со своим противником один на один. Мне тут, кстати, появилась возможность открыть пак. Где они? Вот. Те самые командирские паки, они вроде бы так называются. Так. Нет, это ящик спецотряда. В общем, вчера эти паки можно было купить здесь, но они меняются каждые 2 часа или каждые 3 часа, неважно. В общем, он продавался здесь, а вчера он мне выпал просто так. Давайте его откроем и посмотрим, что в нём. А может это офицерский ящик? Как-то так он называется. Господи, в нём так мало карточек. Это что, жадность разработчика? Почему не 8? Почему всего лишь 5? Офигеть. И если 5, то почему бы их в один ряд не поставить? Я не... не знаю. Почему одну здесь сделали, а не в один ряд? Ох, жадные разработчики. Мне выпали овчарки. Служебные собаки. И что они делают? Быстрые единицы ближнего боя с высоким показателем уронок в секунду. Очень эффективные против отвлечённых целей. То есть, понятно, сами они по себе слабые, но врага гружут очень хорошо. Например, они эффективные против средних танков. Это понятно. Потому что средний танк их не атакует. Вас понял. Дальше. Ха! Опять же, лёгкий танк. Опять же, огнемётчик. И сейчас мне опять кто-то выпадет из того, что у меня есть. Да кто б сомневался. Охренеть. Всё одно и то же выпадает. Всё одно и то же. Лучше бы что-нибудь новое. Так. И из этого мне выпадает... О! Повстанцы! Быстрое пехотное подразделение крайне эффективно при обороне и контратаках. Возможно, они очень хорошо стреляют в упор. Видимо, они очень хорошо стреляют в упор. Понятно. Понятно. Так, это опять же этот парень с базукой. Тут видите, как можно получать ящики вот такими вот способами? Которые как бы здесь. За ранговые сражения тебе даются. Но они очень долго открываются. Ты их можешь открыть по-быстрому за золото. Но золота у тебя совершенно нет. Плюс можно сброс припасов открывать. Они открываются сразу же. Опять же, нихрена нет. Ну, конечно же, проволока, которой я совсем не пользуюсь. О! Зенитная башня, эффективная против самолетов. Эффективная против самолетов и против пехоты, видимо, тоже. Эта внушительная пушка позволит вашей армии сохранить превосходство в воздухе, уничтожая вражеские воздушные цели. Понятно, она только вдаль стреляет, а вблизи стрелять не может. Так, что еще у нас есть? И все, да? И, в общем, ящики еще можно вот таким вот образом получать. Зарабатываешь 10 звезд в ранговом сражении и открываешь себе ящик подкрепления. Вот таким вот образом. Так, ну что мы получили? Мы получили, в общем, таких вот девушек, овчарочек. Так, я не хочу никого повышать. Погодите немного. Погодите. Так, вот наша армия. Это у нас ангары пехоты. Средние, ой, легкие танки, то есть, средние, это вот у нас. Акнеметчики. И магазин. Я бы в магазине купил вот тяжелый танк. Тяжелый танк. Тигр. Но, к сожалению, он стоит 1500, а у меня всего лишь 800. Нужно копить. БТР. БТР бы я тоже купил. Он, наверное, когда ломается, он высаживает из себя пехоту. Или что он делает? Цели огневые позиции, бронированные. Типа атаки. А, у него вообще типа атаки нет. У него вообще нет типа атаки. Видимо, он не атакует. Типа атаки прямой. Отряд стрелков эпичные. А чем же они эпичны? Тем, что их много? Да, видимо, тем, что их много. Вот они и эпичны. А вот просто стрелки. Это просто стрелки. А там целый отряд. Так, кого же поставим? Можно вот этих девушек? Погодите, подробнее. Давайте-ка почитаем про них. 60-25. Здоровье и урон. 60-25, это... Неважно все остальное. 60-25. А у этих... Подробнее. А, вот эти вот сильнее. Видите, у них 138, у этих 27. А там было 60-25. То есть, девушки как бы хуже, но они стоят в два раза дешевле. Стоят они в два раза дешевле. Так, а как стреляет башенка? 247 здоровье. 247 здоровье, урон 28, урон в секунду 56. Скорость башни. Урон второго орудия. А у нее есть второе орудие? Что же это за второе орудие? Тут вроде бы только одно. Непонятно. А этот... Где он? Ммм... Где наш... Да, вот, дот. Вернее, пулеметное гнездо. 631-13. 631-13. А у этого... Подробнее. 247-28. То есть, эта башня очень быстро умирает. У нее очень мало здоровья. Зато диапазон стрельбы 11 ярдов. А у этой... Насколько? У этой 7 ярдов. Так, давайте вот так сделаем, короче. Немного поменяем местами. Я хочу сейчас с другими войсками воевать. То есть, вот это поменяем на... Вот это. Этих девушек поставим, наверное, вместо... Ммм... Вместо огнеметчика, что ли? Я даже не знаю. Я хочу применить еще самолеты. Самолеты хочу применить. Артиллерия против чего эффективна? Военно-морская поддержка, которая наносит большой урон... Вхимно против охраняемых пехотных подразделений и ослабляет огневые позиции. Видимо, это против зданий. Это эффективно против зданий. Ну, типа, вот таких или вот таких. Делать собак я не хочу. У них жизни совершенно нет. Зато они очень дешевые. Они очень дешевые. Так, девушки, девушки, девушки. У нас есть вот такие, значит. Нам нужно оставить противотанковые войска. Вот эта штука мне тоже нравится, потому что этот парень как бы защищен. Да, давайте уберем огнеметчика. И вместо него поставим, наверное, девушек. Или вот эту штуку. Или вот эту штуку. Да. Эту штуку поставим вместо огнеметчика. Попробуем так. Все остальное меня как бы устраивает. И казарма, и прочее. Попробуем так играть. А вот и наш первый враг. Я так понимаю, он уже опытный игрок. Ред Брутал Форс. Мы с ним в тот раз дрались. Ладно, давайте сразу же эту штуку ставим. Попробуем агрессивно сыграть. У тебя ничего такого агрессивного-то у меня нету. Ничего такого агрессивного у меня нету. Казармы. Казармы. Сейчас я ему танк разнесу и эти. У него будет один пехотинец, а у меня трое. Так, он поставил эту штуку. А раз он ее поставил, значит можно... О, нифига себе диапазон стрельбы такой. Очень огромный. Очень огромный. Давайте танк с этой стороны пустим. Средний танк у нас поедет с этой стороны, чтобы вот эту штуку ломать. Он как бы отвлекся сюда. Так, я могу. Как-нибудь вот так, по двум сразу попасть. Давайте проверим. Ну, вроде че-то попадаю. Че-то попадаю, че-то не попадаю. Давайте ставим эту башню тут. И пускаем. О, она очень даже хорошо стреляет, честно говоря. Она очень хорошо стреляет. Так, нужны еще танки. Еще танки. Воу! Он целый пак юнитов выпустил. И они сломали мою башню. Сейчас расстреляют здесь. Нужен самолет! Срочно! Прекрасно. Хотя, че прекрасного-то? Они же сломали мне башню. Чего тут такого прекрасного? А я ему две башни сломал. Хорошо. Хорошо. Пока что я в преимуществе, потому что у меня еще одна осталась. У меня-то еще одна осталась. Но у меня ранен корабль, а у него-то не ранен. За это время мне нужно уничтожить его... Скажем так. Его корабль ранит. Ранить надо. Спамим! Так, сюда. Самолет скорее. Прекрасно. Черт, он... Он мне больше нанесет. Если, конечно, мои не успеют подъехать. А мои должны успеть. 30 секунд. Давайте стреляйте по кораблю. Быстрее стреляем по кораблю. Казармы. Прекрасно. Мы побеждаем. Прекрасно. Мы побеждаем. Вот это вот сражение мне больше нравится, чем в те разы. О, ящик пехоты. Я получил ящик пехоты. Хорошо. И его опять же долго открывать. 3 часа. 3 часа открывать эти ящики. Ох, как же долго. Ну, я, конечно, могу за 18 золотых это все открыть. Но это золото фиг получишь. Для этого нужен донат. Жесткий донат. Да без доната никак. Да. Это, знаете, одна из тех игр, где донат решает. Без доната тут просто никак. Ну, вот мне понравилось играть с этими юнитами. Вот эта башня, она, скажем так, получше этой пулеметной позиции. Она, во-первых, и стреляет дальше, но против собак и юнитов, которые подходят в упор, она немного слабенькая. То есть ей как бы нужна поддержка в качестве каких-нибудь пехотинцев. То есть в сочетании с бараком она очень хорошо будет работать. Это ПВП-турелька. Она очень хорошо будет с ними работать. А вот против собак, она очень слабая. Я не знаю, я почему-то привык атаковать именно снизу. То есть нападать сразу же на нижний дот. И атакую я, главное, либо противотанковой установкой, ну то есть этой штукой, либо средним танком. Я привык так делать, то есть тратить все очки сразу же. Асгард! Ну что ж, Асгард, посмотрим, что ты нам преподнесёшь. Не знаю, что ты там нам преподнесёшь. Но у нас сразу же для тебя танчик есть. И вот такая вот поддержка. Что-то Асгард ничего не делает. А нет, делает. Делает и очень даже хорошо. Так, давайте отвлекаем. И тут тоже парня с этой... С ракетницей базукой ставим. Ага. Значит, эту можно с одной тычки снять. Это надо учесть. Надо построить казармы. Казармы надо построить. Так, он пулемётиком просверлил наш эту. О, он решил этим. Короче. Решётку, говорю, сетку поставить. А у нас-то танк. У нас-то танк. И у меня-то вот такая штука есть. У меня-то самолёт. А у тебя-то нифига нет теперь. У меня-то самолёт, а у тебя-то теперь нифига нету. Ну-ка, ломаем. Ломаем ему всё. Всё, что есть. Давай. А, он самолётами решает. Он решает самолётами, короче, мне это всё переломать. Прекрасно. Вот он, значит, как действует. Ну, окей, средний танк здесь поедет, значит. Ну, тут мы сломали, тут сломали. Теперь ломаем это. Теперь ломаем это. Давайте здесь поставим эту штуку. А, блин, он же сейчас сломает её. Как-то я невыгодно поставил. Не учёл, скажем так. Зато он задействовал ракету сюда. Зато он сюда задействовал ракету. Он хорошо защищён от танков. Вот от танков он хорошо защищён. И от пехоты. Чувак, а если я тебе корабль проатакую самолётом, ты не обидишься? Ведь победа-то будет за мной. Я думаю, ты это понимаешь. Я думаю, ты понимаешь это, что победа будет за мной, если я проатакую тебе корабль. Давайте здесь поставим эту штуку. Блин, вот сейчас очень нужен самолёт. Вот таким вот образом. Давайте, ломайте. Не дайте ему атаковать корабль. Не дайте ему атаковать корабль. Ой. Не там казармы поставил. Не там я поставил казармы, конечно. И он меня атакует, и я его атакую. И он меня, и я его. Ой, 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 ой. Давай, всех. Он-то, блин, вообще защитился нормально так. Нормально так защитился. Так, мне тут нужна оборона. Оборона нужна. Оборона. Потому что я побеждаю. Я ему больше нанёс, и я побеждаю. Казармы. Прекрасно. Победа за мной. Ничья? Серьёзно? Каким боком? Я же ему больше снёс. Каким боком ничья? Забавно. Ну что ж, открываем. И что мне выпадает? А нихуя мне не выпадает. Опять всё то же самое. Без доната тут никак. Прекрасно. Без доната тут никак. Следующее сражение. И теперь Рояль Зомби. Рояль Зомби, ты второго уровня, а я ответила. Будем надеяться, что я сильнее тебя. Ставим сразу же казармы. Ну и посмотрим, кого поставит он. А, он ставит эту штуку, понятно. Тут у нас будет парень с ракетницей, чтобы эту штуку подловить. Я не думаю, что у меня это получится. Какая тут эта башня стоит? Это ты типа что поставил такое? Что это ты такое поставил, друг? Офигеть. У него уже какие-то, значит... Кто это был, капитан? Пик его знает, кто это. Надо было сейчас с помощью самолётика всё это прочистить. Вот таким вот боком. Вот таким вот образом, вот таким вот боком всё это прочищать. Короче, давайте агрессивно играть, так же как и он играет агрессивно. Все свои войска слать на него. Он агрессивно, и мы агрессивно. И нужно поставить ещё казармы. Опять нужно ставить казармы. Ставим казармы. Теперь только надо вот это сломать. Давайте эту штуку поставим. Так, и вот этого надо. С ракетницей. Бах. 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 Блин, не успел. Не успел его убить. Так, ты сюда давай. Мой супертанчик. Мой супертанчик, езжай сюда. Езжай сюда. Так, теперь надо вот средний танк. Хотя нет, лучше лёгкий. Потому что лёгкие тоже атакуют. Лёгкие тоже атакуют. Значит, надо ставить их. Он покинул поле боя. Прекрасно. Он покинул поле боя. Он понял, что я сильнее. Он понял, что я сильнее. И решил ливнуть. Победа. Лёгкая победа. Мне не было ничего сложного. Вот только у него были какие-то... Капитаны. Или командиры. О, мне даже ящик офицеров достался. Но его опять же открывать 8 часов. Блин, это так долго. Ох, это долго и нудно. Ладно, следующий бой. Асгард. Опять этот парень. Опять этот наглый парень. Опять этот наглый парень. Посмотрим, кого он построит. Он играет той же схемой, понятно. Ну, а я лёгкие танки делаю. Я делаю лёгкие танки, и всё. Тут с базукой чувак пускай идёт. Пускай идёт. Вот так вот. Пока что мы играем от обороны, скажем так. Играем от обороны. Пока что от обороны, потом в агрессивное нападение уходим. В агрессивное нападение. Вот так. Ха. И сразу же в агрессивное нападение. Так, нужно ещё один этот ставить. Прочно. А блин, он здесь это, противопехотную поставил. Окей. Надо, значит, лёгкий танк сюда послать. Надо сюда лёгкий танк послать. Сломали. Сюда, наверное, надо будет парня с ракетницей поставить. Правда, я в этом не уверен. Так. Надо этого парня с ракетницей убивать. Он всё дамажит мои эти. А я коплю ресурсики. Всё. Эта штука сама по себе ломается. Значит, переживать-то не стоит за это. За её никчёмное шуществование переживать не стоит. Потому что она ломается сама по себе. Блин, даже не знаю. Кого где ставить? Давай здесь. Вот сейчас он нормально играет. Сейчас он играет нормально. Более хорошо так обороняется, скажем так. Давай, чувака с ракетницей. Ох, он сломал. Он меня пробил. Он меня сломал. Ты не пройдёшь, чувак. Ты тут не пройдёшь. Потому что я тебе корабль буду повреждать. Да, и у меня тут ещё установки есть. Не переживай. У меня здесь ещё есть установки. Не переживай. И ещё пехотинцы. А, вот он как решил играть. Понятно. Понятно, он решил играть вот так. Ну, значит, тогда могу и я проиграть. Таким боком могу проиграть и я. Ну-ка, убей его. Воу. Он резко контратаковал меня. Так, мне тоже нужно послать сюда средний танк. А этого сюда поставить. Этого сюда поставить. Всех, кого можно, надо ставить сюда. А парней с ракетницами сюда. Ой, 30 секунд осталось. Победа будет за ним. Победа будет за ним. У него слишком много этих. У него слишком много этих, которые тормозят танки. Ой-ой-ой-ой. Серьёзно, я выиграл? Каким боком? Что-то я не совсем понимаю, как тут победа засчитывается. Наверное, из-за того, кто больше звёзд забрал. Вот и победа. Очень странно. Окей, следующий бой. Тип-топ-сфейс. Посмотрим, что он будет делать. Но для начала тоже ставим барак. Тоже ставим барак. Он, видимо, копит на какого-то супер-юнита. А он просто этих поставил. Просто пак юнитов. Понятно. Ставим здесь башню, пускай отстреливает. Пускай отстреливает этих. Кстати, они неплохо так справляются. Целая куча-то этих неплохо справляется. Честно сказать, они очень даже хорошо справляются. Окей, значит, мы пойдём с этой же линии. Мы сейчас с этой же линии контрнаступление будем делать. Вот получай. Ну чё, вкурил? Понял, кто тут сильнее, а кто нет? Чувак, у меня есть самолёт. Даже не надейся, а выиграть. Самолёт, которым я промазал, у меня есть. Понял? А чё, она не стреляет? Она вот теперь стреляет. Дальнобойная моя пушка. Которую легко сломать. Моя дальнобойная пушка, которую легко сломать. Пускай они отвлекаются на танк. Он, короче, чисто пехотинцами играет. Ну ладно, у меня тоже будут чисто пехотинцы. Казармы. У меня будут казармы. Так, казармы и овчарки у него. Надо опять эту штуку поставить. Она очень хорошо справляется. Либо средний танк здесь. Средний танк. Сейчас поставим. Прекрасно, он потратил свои очки. Два этого чувака с базукой. Хорошо. Ломай, стреляй. Ломай, стреляй. Неплохо так надамажили. Неплохо так надамажили. Лёгкие танки сюда же. Всё сюда же. Давай, барак сюда. Победа. Осталось 30 секунд. И моя победа. Сейчас я предлагаю поменять своих юнитов. Играть немного по-другому. У меня тем более ведь новые есть. К которыми я ещё не играл. Так, единицы. Так, что мне нравится из этого? Вот этот вот парень мне очень даже нравится. Потому что он защищён. Вот эта штука обязательно должна остаться. Средний танк, я думаю, тоже пускай остаётся со мной. Башенка тоже хорошая. Правда, жизней у неё очень мало. Её можно с одной тычки убить. Так, из этого. Можно, кстати, тоже использовать вот такую вот штуку. Её ничем не убьёшь, она сама ломается. Так, повысить. Здоровье, площадь урона. Давайте максимально её повысим. Максимально её повышаем. И можно использовать вот этих вот девушек. Давайте их тоже повысим. И будем использовать их. Будем использовать их. За место чего? Может быть, за место самолёта? Надо что-то, скажем так, компактное. Чтобы всё против всего было. Чтобы было всё против всего. Этот парень против техники. Это против всего. Этот против зданий. Я могу его повысить. Повышаем. Вот этот вот танк. Это лёгкий танк поддержки. Барак можно убрать. На время можно убрать и спамить этих девушек. И спамить этих девушек. Правда, я всё же считаю, что барак лучше, чем... Они. Ну да ладно, пускай. На время уберём. На время уберём. Собаки вообще, по идее, не нужны тут никак. От них вряд ли какая-то польза будет. Укрепление. Укрепление. Даже не знаю, нужны ли они или нет. Ну, мне точно никак не понадобится. Ну, давайте остальное всё оставим, наверное, Е. Остальное меня всё устраивает. Да? Да. Не, я вот это же хотел ещё использовать. Его мы будем использовать заместо чего? Так, это против пехоты, это против техники. Значит, это мы будем использовать против... Вернее, мы будем это использовать заместо... Вот этой штуки, наверное. Ну, давайте так пока будем играть. Поехали. И теперь наш враг Белорашин. С ним я тоже уже воевал. С ним я тоже уже воевал. Так, кого строить? Ну, давайте сначала... Нет, их я ставить не буду первыми. Просто танчик. Просто лёгкий танк. Скажем так, на разведку. Для разведки сюда поставим. Так, эту штуку здесь. Эту штуку здесь. Этот танк здесь пойдёт. Пойдёт здесь. Давай, стреляй. А, он тут парня с базукой отправил. Понятно. Девушки, тогда сюда. А нет, девушки здесь ничего полезного не сделают. Ничего полезного не сделают. Вот видите, девушки уже, скажем так, бесполезны. Интересно, на собственные танковые ловушки можно попасться или нет? Меня вот это немного беспокоит. Можно ли попасться на собственные танковые ловушки? Если да, то это очень даже плохо. Если да, то это очень даже плохо. Так, сейчас нужен... Нужна эта штука. Давай, самолёт. Я в тебя верю. Я верю в тебя, самолёт. Собственно, зачем делать танковые ловушки, если ты сам играешь танками? Хм. Так, опять же, чувак с базукой. А у нас вот так? У нас вот так вот. Ты тут не пройдёшь. Так, и вот этот вот парень меня беспокоит. Беспокоит. Но, блин, он всех поубивал. Он всех поубивал. А я пойду... А я пойду этой штукой здесь. Вот здесь вот так вот пойду. Посмотрим, что ты на это скажешь. Ау, ты ещё поставишь. Хорошо. Я тоже поставлю. Я тоже поставлю. И ещё лёгкий танк. Не-не-не, я не лёгкий танк поставил. Я вот так сделаю. Я вот так сделаю. А средний танк здесь пущу. Не, вот это вот выбор юнитов, который у меня сейчас есть. Он мне нравится меньше, чем тот, который у меня был. Тут как-то не очень получается. Тут как-то не очень. Тут у меня, во-первых, выбор войск. Скажем так, эти не спавнятся. Солдаты. У меня не спавнятся. Из барака и... Короче, как-то не. Не то. Эти девушки, от них мало пользы. От этих девушек очень мало пользы. И вот он опять выиграл. Он выиграл, а я нет. Это, видите... Извините, говорит он. От этих девушек никакой пользы абсолютно. И вот от этой танковой штуки, по идее, тоже нет никакой пользы. Давайте обратно меняем девушек на это. Применяем. Девушки совершенно бесполезны. И вот это тоже. Меняем на это. Мне мой состав раньше вот нравился, и сейчас я буду с ним играть. Так. Вот это вот что за чувак? Подробнее, офицер. Поддерживающее пехотное подразделение, которое увеличивает темп стрельбы и скорость всех союзников в пределах радиуса действия. Понятно. Я таки думал, что он в том радиусе делает усиление какое-то. Так, это же ничего. Бомбардировщик. Северная Африка, тяжелый танк. Вот это вот джип, который через препятствия переезжает. Рудийная башня. Так, а я никого не могу купить в магазинчике. Колючую проволоку только. Эти 1500 стоят. Офигеть. 1500, как же много. Как же много. Жалко, что их тут никак не скипнешь, чтобы купить что-то другое. Ладно, давайте дальше. Сражаемся дальше. Геймер. Какой-то там. Впрочем, не важно. Опять же, делаем барак. Почему у него 1000 и 1 хп у этих? Он что, тоже задонатил? Чувак, у меня есть танк. Мне плевать на твоих юнитов. Еще у меня есть вот такая вот штука. У меня вот такая вот штука есть. Видишь? Я же говорил, я просто твою колючую проволоку сломаю. И ты мне ничего этим не сделаешь. Давай, ставься. А, он, короче, играет пехотой и этими. Понятно. Он играет чисто пехотой. Но это глупо. Глупо так играть. Скажем так. Это глупо так играть. Пехота. Танки всегда решали, что в реале, что в игре. Видите? Пехота ничего не делает против танков. Даже несмотря на то, что у него есть эти штуки. Пехота все равно зарешает. Пехота все равно зарешает. Вот теперь. Как он, допустим, у... Как он убьет мне эти штуки, если у него чисто пехота? Я-то вот танки мне эти сломаю. Его... Блин, ставься. Его эти штуки. Мне сейчас опять нужно этот ставить. Видите? Все повторяется. Он меня убить не может? Я его могу. Он ставит тут бункер. Прекрасно. Он ставит тут бункер. Просто прекрасно. А я ставлю танк здесь. Это еще прекраснее. Это еще прекраснее. Давай. Так, блин. Еще пехоту ставим. Еще. Целый пак наших юнитов. И самолет, который летит здесь. Бам-бам-бам-бам-бам. О! Что-то новое. Неожиданно. Что-то новое пошло. Сейчас чисто наверху деремся. Чисто наверху. Смотрим, что у него есть. Да ладно, я пошутил. Не чисто наверху. Я соврал, извините. Это знаете, называется контрнаступление. Ну-ка. Отстреливаем. Всех недоброжелателей наших. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. И что он нам сделает? Ничего? Опять ничего не сделает? Сейчас будет ничья, да? А нет, сейчас, по идее, моя победа, потому что я эту ему башню уничтожил, а он мне нет. Ну вот, видите, говорю, танки решают. Несмотря на то, что они замедляются, танки решают. Пехота, скажем так, сосет у танков. Следующий бой. Наталья Бест. Наташа. Ты бы не совалась сюда. Зря ты сюда сунулась. Против меня. Зря ты против меня сюда сунулась. О, ты агрессивно тоже играешь. Ты тоже агрессивно настроена. Окей. Окей. Она зачем-то поставила эту штуку сюда. Но мы так будем играть. Ох, она умеет играть. Она ломает мне эту штуку. Вот так и я умею играть. Я здесь ставлю танк. Короче, атакуем чисто эту линию. Чисто эту линию отходим. И вот, по идее, это надо поставить. Башню. Дальнобойную надо поставить башню. Потом клопа этого пустить сюда. О, у него этот есть, короче, джип. Которого мы раздамажим, пока он доедет. А потом примем. Потом примем с помощью самолета. Вот так вот. Хоп. И все. И нету. Казармы. Казармы. О, он поехал туда. Прекрасно. Он туда поехал. Поехал не туда, куда надо. Вернее, он поехал туда, куда надо мне. Просто прекрасно. Сейчас надо, чтобы он дамажил моих пехотинцев. Или мою эту, а я отстреливал его штуку. У него тоже есть казармы, а что он раньше-то не строил? Ой, странный какой. Или это девушка. Причем значение это не имеет. Это не имеет значения. Девушка это или парень. Но играет странно. Понимаете, надо казарму в первую очередь ставить. Почему? Потому что она спамит юнитов, которые будут поддерживать твои основные войска. Бомбардировщик. Такое ощущение, что он сломал, короче, свой же этот. Все, я контролирую всю эту территорию. Сейчас ничья может быть. Из-за того, что... Из-за того, что... Он тоже сломал мою эту. Но я-то продамаживал его корабль сильнее. Да плюс. У меня войска получше. Победа! Парам-пам-пам. Короче, если есть казармы, ставьте их. Да. Короче, если есть казармы, ставьте их самыми первыми. Потому что они спамят юнитов, которые как бы прикрывают твои основные войска. Вот видели? Как бы юниты из казармы выходят. И они являются телом для битья. А позади этих рекрутов я ставлю эту противотанковую штуку. Которая уничтожает танки. Субмиссив. Педлер. Ох. Ну и ник у этого парня. Ну давайте клопа сделаем. И он никого не строит. Он решил, короче, построить эту артиллерийскую установку. Которую я тут же сломаю. Она, наверное, только здание атакует. Понятно. Она атакует только здание. Атакуем сверху. Атакуем с верхней стороны. А, он бомбардировщика, блин. Бомбардировщика, блин. Нет, это не бомбардировщик. Фигово. Фигово, это не бомбардировщик. Хотя какая разница, мы уже сломали ему одну штуку. И он нам одну, кажется, сломал. Да. А мы-то ему корабль продамажили. Мы-то ему вообще корабль продамажили. Неплохо так причем. Неплохо так продамажили корабль. Вот тут пускай казармы будут. Которые будут выпускать юнитов. И сейчас надо будет на этого накопить. Сейчас надо будет накопить на этого. Тигр, серьезно? У него тигр. Сколько он заплатил? Сколько он задонатил, признавайтесь. Ё-моё. Хотя можно ставить, тигр же отходит только здание. Фух, тяжеловато будет. Так, чё-то тут не то. У него и тигры, и такие нормальные юниты есть. Откуда у него столько? Блин, не всех убил. Не всех убил, чёрт. А он-то всех моих убил. Ой-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Как тяжело. Давайте эту штуку. Эту штуку надо ставить. Средний танк надо ставить. Надо, короче, быстро ему корабль сломать. Всем, чем можем. Всем, чем можем, ломаем ему корабль. Самолётом там, не знаю. Быстрее. Прекрасно. Откуда у него тигр? Офигеть. Такие эпические войска. Он всего лишь... А, он пятого уровня, прекрасно. Я третьего дерусь с пятым. Я-то думаю, откуда у него такие парни? Я сначала подумал, что он второго, я не туда посмотрел. Следующий бой. Совмиссив, опять он. Да блин. Приходится драться с тяжёлыми парнями. Понятно. Казармы. Казармы, я тут подумал, пока игра сгружалась. А что если драться чисто... Если играть чисто от пехоты. Если чисто через пехоту играть. Ну вот, понимаете, убрать все танки. Ну, допустим, лёгкие какие-нибудь оставить. И... Чисто пехоту там укрепления и противотанковые штуки поставить. Так, можно, интересно? Он тоже на чё-то копит, он ничего не струит. А, построил всё-таки, да? Ну всё, капец твоему, тигру. Капец твоему, тигру. А наши сейчас пойдут. Надо ещё бараки строить. Так и я сейчас такую построю. Я тоже сейчас такую штуку построю. Я тоже сейчас такую построю. Ты чё думаешь? Нужны новые бараки. Быстрее строим новые бараки. У него бомбардировщик. У него бомбардировщик. Так, я одну уже сломал. И чтобы он больше не использовал бомбардировщики, нужны вот эти штуки. Нужны вот эти штуки. Так, хорошо. Нужны танки. Маленькие хотя бы, но танки. Давай, средний. Блин, какой средний тут? Пехота нужна? Ой, не там я самолет пустил. Я-то думал, они сейчас тут задержатся. Ошибка. Моя ошибка, признаю. Еще и артиллерия. Еще и артиллерия. Надо опять бараки строить. Я пока буду строить бараки, он построит это. Здесь противотанковую штуку. Короче, не противотанковую, которая со зданиями хорошо борется. Надо вот эту здесь поставить. Надо здесь ее поставить. Давай. Давай. Давай, давай, давай. Не дадим врагам нас победить. Долой врагов. Это наша зона. И мы здесь победители. Так, средний танк сюда. Так, они бегут за ним, прекрасно. Самолетами. Бей их самолетом. Так, ты сюда. Ты сюда и ты сюда. Эти, бейте. Внезапная смерть, прекрасно. Вообще прям прекрасно, внезапно. Барак. Ты. Надо это все ему раздамажить. Но у меня нет нужных юнитов, чтобы это все дамажить. Нужных юнитов нету. А мы пока корабль будем ему атаковать. А, он этих стрелков высаживает, чтобы избавиться от наших танков. Он сейчас в плюсе, может быть. А мы как раз будем в минусе. Если его бомбардировщик уничтожит эту, мы будем в минусе. Ох, мы в минусе. Поражение. Так я и думал. Бомбардировщики очень полезны. Очень-очень полезны. Так, давайте-ка вот так попробуем. Я хотел драться чисто через пехоту. Чисто через пехоту. То есть всех пехотинцев поставить, которые у нас есть. И против танков вот эти сделать. И еще мешки и прочее. Надеюсь, это своим не наносит урон. Своим, надеюсь, это урон не наносит. Так, значит, вот эту можно убрать. Этих оставить. Это тоже оставить. И спамить чисто-чисто пехоту. Чисто-чисто пехоту делать. И вот эти, кстати, надо будет взять. Артиллерию. Артиллерию мы берем за место... Вот этого. Это все оставляем. Это мы берем за место этого. Мешки мы тоже берем за место, допустим, этого. Так, из пехоты у нас что есть? Так, неметчики, минометчики. Доты... Вернее, пулеметные точки. Вот эти. Так, вот так, чисто пехоты. Мне интересно, как это будет работать. Чисто пехота, чисто пехота. М-да. Фигово это будет работать. Сразу скажу. Сразу скажу, что это будет фигово работать. Потому что у нас... Из противотанкового только вот этот вот парень. Только этот парень и все. Так, может против пехоты тогда вот этих лучше поставить? Вместо этого пака юнитов. Так, так. Все же нужно что-то еще противотанковое. Давайте тогда этих поставим... Поставим за место этого. Вот так. Мне просто интересно, как это... Взаимодействовать будет. Если чисто пехота, пехота и вот эти вот. Попробуем так. Естественно, я не уверен, что я выиграю. Против нас играет Асгард. Прекрасно. Против нас играет Асгард. Ставим этих... Этих... Ставим этих парней. Потом можно укрепить, конечно же. Бомбардировщики или что он делает? А! Его истребители, короче, сразу же уничтожают. Вот эти мои. Мои бараки. Но ничего страшного. Мы можем наклепать юнитов. Мы можем наклепать юнитов. Он играет агрессивно, понятно. Так и мы играем агрессивно. Мы тоже играем агрессивно. А, блин, Асгард, это же тот парень. Это же тот самый парень. Это же тот самый парень. Который ставит все эти противопехотные, противоминные. Нам нужно эту штуку поставить. Он, главное, ждет, ничего не делает. Но мы казармы будем строить, допустим. Вот тебе тоже эта штука. Вот тебе тоже эта штука. На, получай. На, получай. Посмотрим, что твой танк сделает против нас. Посмотрим, что твой танчик сделает против нас. Я думаю, вряд ли он сделает что-то хорошее. Надо будет потом мешками все укрепить. О, он опять же эту штуку делает. Дот опять. Еще казармы. Больше, больше казарм. Больше, больше казарм. Тяжело играть с подобными. У меня тоже есть такие штуки. Не бойся. У меня есть куча таких штук. Давайте укрепляем точки. И вообще надо стрелять по его кораблю, по идее. Я немного не туда шмаляю. Я немного не туда шмаляю. Надо в его корабль стрелять. Надо стрелять в его корабль. Черт, он же так победит. Ох, черт. У него немного другие войска. Те мои войска лучше с ним справлялись. А вот... Вот эти вот никчемные женщины, они вообще не понимают, зачем они нужны. В них нет ничего полезного. У них нет ничего полезного. В них нет ничего полезного. Ладно, тут я уже проиграл. Надо их поменять, короче, на что-то другое. Нет, чисто от пехоты тут никак. У него пятый уровень, блин. Надо их поменять на что-то другое. На огнеметчика хотя бы. Или на минометчика. Или на этого клопа. Или на это. Или на танк. Честно говоря, мне вообще не нравится. Все. Это. Давайте все стандартное сделаем. Сделаем все стандартное. Все стандартное. Все, что у нас было, то и поставим. Это было нормально. Все остальное что-то не то. Все остальное что-то уже не то. Это тоже нафиг не надо. Это стоит тройку. И это тоже стоит тройку. 4, 4, 3, 2, 6, 3. Так, какой, кстати, урон-то у этой штуки? Подробнее. Оно сейчас большой урон. Нафиг на противохраняемых пехотных подразделений ослабляет огневые позиции. Площадь урона 202. А вот это что? 167. Формация, ракета. Это примерно то же самое, только это сильнее. Только это сильнее. Так, ну как быть-то тогда? Ее брать или эту? Ладно, давайте эту возьмем. Вместо нее тогда. Тогда возьмем ее. Чтобы пехоту убивать. 3, 5, 4. Той же схемой действуем. Той же схемой. Продолжаем драться. И на этот раз нам выпадает Грэнни Теламия. Какие же странные у нихники. Казармы. У него, кстати, жизни-то меньше. У его... Этих. Я не понимаю, это как зависит от ранга? Если это зависит от ранга, то это нечестно. То это нечестно. Ведь, какой смысл тогда чуваку первого ранга драться с чуваком десятого ранга? Так ведь вообще нечестно будет. О, он сам напросился. Он сам напросился. Вот все. Вот и все. Так, здесь средний танк. Потому что он сейчас ресурсы сюда потратит. Ну, я же говорю. А пока мы ломаем тут, наш средний танк сюда едет. Так, башню сюда воткнем. Прямо под ракету. Прямо под ракету. Я тоже просто так потратил ресурсы. Если бы я знал, что он туда ракету пустит, я бы не стал ничего делать, конечно же. Ракету. Быстрее. Прекрасно. Давай еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну, это слишком легкая победа. Это... Он, во-первых, на уровень был меньше меня, да. Он второго, я третьего. Давайте еще кого-нибудь найдем. Сыграем еще два раза, и это будут последние бои. Крынтеламия. Вроде бы с ним я уже играл. Вроде бы с этим парнем я уже играл. Так, кого бы строить из этих... Вот эту. Для начала. Потому что она еще и пехоту может атаковать. Эм. Окей. Окей. Он, видимо, тоже не знает, что этот танк... Этот танк не атакует другие танки. Ну, играем агрессивно. Проламываем башню, и все. Проламываем башню, и все. Ну, ракету сюда можно даже не тратить. Ракету сюда можно даже не тратить. Теперь с этой стороны идет средний танк. И надо барак построить. Барак надо построить. Вот таким вот образом. Бараки здесь вообще очень полезная вещь. Потому что они постоянно спамят юнитов. Так, давай еще одного. Ну, это очень легкая победа. Очень легкая. У меня 766 хп. У этих. Понимаете, кто уровнем выше, тот и побеждает. Это нечестно. Все должно быть наравне. Это вообще игра, где донат кишает. Я это уже, наверное, в третий раз говорю. Кто задонатил, тот и победит. А он этих своих высадил. И сейчас будет последняя игра. Клара Аутимирас. Что-то новенькое. У него вообще 1067. Ну, блин, он опять пятого уровня. У тех, у кого пятый уровень. Жизни у этих штук намного больше, чем у наших. Это немного нечестно. Встречались бы игроки. Ну, вот видите, он уже атакует. Он уже атакует. Нечестно. У него еще и огнеметчик. Блин, у него все войска против меня работают. У него все войска против меня работают. Он уже мне половину снес. За 30 секунд. Блин. Немного нечестно. Интересно, а как он справится вот с такой штукой? Сможет ли он справиться с ней? Конечно, сможет. У него пак юнитов. Блин, высадился. Надо эту штуку использовать на них. Хотя нафига? Нафига это делать? Давайте лучше этого сюда поставим. Поставим сюда этого. Поставим сюда этого. Ой, натуре надо. Бах. Да блин, они не сдохли. Сколько их там у него? Сколько их у него там? Че ж они не дохнут-то? О, сейчас этот еще добьет. Тяжеловато играть с этим парнем. Очень тяжеловато играть. У него все войска прокачаны и против меня. Давай, сюда. Он с двух тычек, короче, убивает эту мою штуку. Так, надо пулемет. Надо вот эту пулеметную воткнуть, чтобы он самолетами больше не летал. Чтобы он больше не летал своими самолетами. Смотри, у меня тоже такая штука есть. Бах, и все. Бах, и все. Сейчас он полетит своим самолетом. Не, он думает, что делать. Ладно, отдаем ему одну башню. И идем сюда в атаку. Идем сюда в атаку. Двойные командные очки. Так, ставим барак. Блин, у него чисто юниты, чисто юниты. Почему мне такие не достались? Это не честно. На пятом уровне, интересно, он донатил или нет? Донатил ли этот парень? Вот в чем вопрос. Донатил ли этот парень или нет? Тут еще не честно то, что за время ты выигрываешь. Это совсем не честно. У него просто грузовик. Он просто пехотой побеждает. Своей прокаченной пехотой и ракетами. Прекрасно. Нет, так не пойдет. Это было не последнее поражение, скажем так. Так, я хочу сыграть еще раз, чтобы победить. Три. У него три звезды, у меня ноль. Прекрасно. Турки. Нихат уровень два. Хантерс. Ну, и где же бой? Вот он начинается. Я немного кое-что поменял. У меня теперь огнеметчик. Поехали. Казармы могут залишать. А он очки свои никуда не тратит. А он, это, короче, через колючую проволоку играет. Он играет через колючую проволоку. Я думаю, колючая проволока, это просто трата очков в никуда. Ну, во-первых. Ну, во-первых, она очень легко ломается. Она очень легко ломается. У него минометчики, у него вообще все, да? У него вообще все. Так, надо это пресечь. Это надо пресечь. Надо все уничтожить здесь. Он танком сюда поехал. Так, вот с этим парнем уже будет интереснее играть. С этим уже будет интереснее. Давай. У него противотанковые, у меня в основном танки. Ставим здесь. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Комба-бомба. Нужно еще казармы. Нужно еще казармы ставить. Вот у него опять юниты. И теперь нужен огнеметчик. Огнеметчик, конечно же. Давай, сжигай их. Ой, ой, ой. Сломали мою штуку. Сломали мою штуку. Так, базука. Так. В чем же моя ошибка? В том, что я ставлю казармы? Вряд ли. Противник вернулся на поле боя. То есть это играл бот. То есть это за него играл бот. Прекрасно. Хочу заметить, некоторые боты играют лучше, чем игроки. Некоторые боты играют лучше, чем игроки. Двойные командные очки. Прекрасно. Казармы. А, он просто сюда все поставил. Прекрасно. Он просто поставил все сюда. Ну, давай. Теперь выиграет тот, кто кому первый корабль сломает. Кому первый корабль сломает, тот победит. Здесь у нас штука будет контролировать, скажем так, ситуацию. Все. Ну-ка, стоять. Ну-ка, стоять, говорю. Так, ну пока что я побеждаю. По идее, должен. Должен побеждать. Должен побеждать я. Ну-ка, смотрим. Внезапная смерть. Казармы. Их нам очень даже не хватает. И огнеметчика тоже. Вот здесь. Неметчика здесь нам совсем не хватает. Ой. А вот он побеждает. Блин. Вот теперь побеждает он. Вот теперь побеждает он. Он еще и пацана с базукой тут поставил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот видите, я убрал противопехотные эти. Короче. Я убрал противопехотные самолетики и играть сложнее стало. И я проиграл. То есть огнеметчик не так хорош, как противопехотный этот. Противопехотный. Огнеметчик не так хорош, как этот истребитель, который сразу же всю пехоту может выжить. Хоть огнеметчик это еще один юнит, но лучше все же истребитель, по крайней мере. Он всех может убить разом. Огнеметчика просто застрелили и все. То есть раньше вот с этим истребителем получалось как-то даже лучше, чем с этим парнем. Так что лучше будет вернуть его обратно. Ну что ж. С вами был Ляр. Надеюсь, вам это понравилось. Всем удачи. Всем пока.